Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наш разговор о сектах на канале «Радость моя». Сегодня мы с вами начнем разговор о тех сектах, которые прикрываются христианством. Тех сектах, которые называют себя христианскими и при помощи дорогих всем нам имен, используя имена Христа, используя имена Божьей Матери, говоря о Боге, о Церкви, о христианстве, о спасении, используя все вот эти термины, которые нам знакомы и родные, они завлекают людей. И завлекают совсем не туда, куда они обещают. Завлекают они их далеко от Церкви и далеко от Христа. Таких сект достаточно много. Но, наверное, прежде чем говорить о тех конкретных сектах, которые действуют на территории нашей страны и наших стран, наверное, нужно поговорить об их начале, откуда они происходят. Очень часто в разговоре с представителями подобных сект православные сталкиваются с таким их аргументом. Они говорят, что вот у вас, православных, есть иерархия, есть церковные здания, есть священство, есть службы длинные, облачения и прочее, и прочее. А ведь в Ранней Церкви всего этого не было. В Ранней Церкви все было просто, все было харизматично, все было спонтанно, без какого-либо порядка, и все было живое, в отличие от вашего, так сказать, мертвых всех ваших обрядов и обычаев. И у нас, говорят они, так же, как в Ранней Церкви, все харизматично, никакой иерархии, все живо и так далее. Вот такое заявление. Стоит подумать, а насколько оно соответствует действительности. Так ли это на самом деле? Действительно, если посмотреть, потому что уже, в общем, сейчас достаточно много известно о богослужениях самой Ранней Церкви, там, первого века, второго века, понятно, что внешне они, конечно, отличались от того, что мы видим сегодня в православных храмах. Но, на удивление, на самом деле, они отличались некоренным образом. Структура была та же самая. Самые древние песнопения дошли к нам от этих времен. И была четкая организация богослужения. Вот та структура, которая сохранилась до сегодняшнего дня, она была и в Ранней Церкви. И, конечно, говорить о том, что в Церкви не было иерархии, смешно. Если организм живой, в нем есть иерархия. Без иерархии не бывает живого организма. Если нет иерархии, так это труп. По-другому не получается. Но вот такого вот, то, что происходит на сектантских собраниях, с гитарами, с песнями, с танцами и прочее, конечно, ничего подобного не было. Было все четко, ясно и по порядку. По порядку та же структура. То есть, вначале христиане собирались, это молитва после собрания христиан, потом чтение апостола и Евангелия, чтение священных писаний, потом проповедь, и потом, собственно, евхаристический канон, структура которого, опять же, дошла к нам от самых-самых ранних времен. Потом причастие. То есть, все было, собственно, та же самая структура. Хорошо, это одно. Но, действительно, богослужения все-таки внешним образом отличались. И отличались они примерно таким же образом, как громадный дуб отличается от желудя. Внешне они не похожи. Но любой биолог скажет вам, что в этом большом дубе нет ничего, чего не было бы в маленьком желуде. В желуде все то же самое, только в зародыше. Потом, когда живой организм начинает расти и развиваться, он принимает те формы, которые необходимы ему для выживания и для жизни в этом мире. Поэтому большой дуб, он формируется под воздействием двух факторов. Одного и главного – это то, что заложено в самом желуде. Но вот дальше то, что заложено, оно принимает различные формы в зависимости от влияния внешней среды. Ну, условно говоря, вам скажем, ветер с одной стороны дует сильнее, ну, значит, там кора толще. Воды не хватает, значит, корень длиннее. Солнышко с другой стороны припекает, значит, там листва более густая. И так далее. То есть вот то, что есть в желуде, то, что есть в зародыше, оно развивается и сохраняет, собственно, организм, принимает те формы для сохранения, для жизнеспособности самого организма. То же самое происходит и в церкви. Церковь растет и принимает свои внешние формы под влиянием таких вот внешних факторов. Когда говорят, что, скажем, догмат о Троице, вот само слово Троице, оно в Писании его нет. Оно появилось позже. Это яговисты очень любят говорить. Я-то встречаешься с ними на улице, они говорят, вот вы верите в Троицу, а в Библии нет слова Троица. На это я им обычно говорю, что, знаете, дорогие мои, в Библии нет слова Библия. Что же вы тогда говорите о Библии? Понятно, что мы не пользуемся только библейскими словами. Но значит ли это, что ранняя церковь не верила в Троицу? Конечно, она верила. Она верила в Троицу, в Отца и Сына и Святого Духа, просто еще не нашла этого слова для того, чтобы определить это наиболее ясным и коротким способом. Постепенно это слово было найдено тогда, когда возникали лжеучения. Вот православная церковь, в отличие от католической, очень не любит формулировать свои догматы. Католики, они очень любят это делать. Они все время, еще со средних веков, католические богословы, сумма богословия, расписать, все развесить на свои места. А тут как начертить? Как сказал один современный богослов, римокатолики, они проводят всю свою жизнь, римокатолические богословы, естественно, они проводят всю свою жизнь за рисованием карты небесного Иерусалима. Они рисуют и вычерчивают эту карту небесного Иерусалима. А православное богословие – это прочертить путь к небесному Иерусалиму. Прежде всего это прочертить этот путь. Если знать путь, ну уж как-нибудь там и без карты не заблудишься. А если всю жизнь провести за рисованием карты, но при этом не знать пути, увы, вряд ли эта карта сможет чем-нибудь вам помочь. И поэтому православное все богословие – это действительно такое вот очертание пути. И тогда, когда возникает опасность, тогда, когда возникает лжеучение, тогда православные собираются на собор и определяют тот или иной догмат. И по большей части наши догматы носят отрицательный характер. Они не говорят, не описывают Богу, что Бог такой, такой и такой. Они говорят, нет, Бог не такой, не такой и не такой. Потому что мы не хотим вмешиваться с нашими определениями. Все равно наш тварный ум не способен понять нетварность божества. Поэтому мы не хотим вмешиваться с такими определениями, мы только определяем, где опасно. И все православные догматы – это скорее лишь направление пути, указательные таблички. В эту сторону нужно идти. Левее или правее – опасно. Можно попасть в болото и утонуть. Поэтому идите, пожалуйста, прямо. Вот, собственно, смысл наших догматов. И, собственно, я все это говорю к тому, что, когда они появляются, это как вот там ветки какие-то дерева или еще какие-то формы, те, которые дерево принимает. Опять же, это не потому, что что-то новое там появляется, что-то, чего там раньше не было. Нет, то, что всегда было, просто принимает подобную форму. Ну, дорогие друзья, мы также знаем, если мы продолжим нашу аналогию с деревом, что иной раз случаются и катастрофы. Если, скажем, на дереве накопится инородного материала слишком много, там паразит какой-то заведется и начнет там расти плющ какой-нибудь, который заглушает ту или иную ветку, или зимой снега навалит очень много, которые, собственно, ветка просто не приспособлена к этому, не может выдержать такое количество инородного, и она что происходит? Она отламывается. Отламывается и падает на землю. И дальше что происходит со сломленной веткой? Она больше уже не принадлежит живому организму, она больше соки вот этого вот единого дерева не поступает в нее, она начинает сохнуть, сохнет, сохнет, делается хрупкой и начинает разламываться на отдельные ветки. Жизни в ней больше нет. И вот так происходило и в истории церкви. Тоже те или иные ветви вот этого единого дерева, тогда, когда слишком много каких-то местных обычаев, несовместимых с учением церкви, каких-то лжеучений накапливалось, и если вес всего вот этого наносного уже превышал крепость самой ветки, то она отламывалась и отламывалась, то есть она отпадала от церковного единства, отпадала от единого церковного организма. И дальше опять мы видим, что стоит только отпасть, начинается деление. Потому что только церковь, только Дух Святой может удержать целостность церкви и единство церкви. Кто отпадает от единства, он и внутри себя единство не может удержать. Вот так произошло, что примерно где-то в XI-XII веках отпала такая большая, мощная, могучая ветвь, западная церковь. И так она отпала от церковного единства. Но поскольку эта ветка была очень большая, знаете, вот если очень большая ветка отпадет от дерева, то там листочки какое-то время будут зеленеть. Потому что она просто сама по себе очень большая, не так сразу ощущает это. Может даже и цветочки какие-то дать. Но все равно плодов на ней уже никогда не будет. Вот весной у нас рубят ветки тополей, чтобы они пух не давали бы летом. Я помню, как-то вот отрубили эти ветки и долгое время не могли убрать. Потом солнышко пригрело, и эти ветки выпустили такие зеленые клейкие листочки. И было их очень жалко, потому что было понятно, потому что листочки, хотя они и выпустили их, но все равно они никогда не дорастут до полного размера листьев. И все равно эти ветки обречены на сожжение. Жизни в них уже не будет. Вот так вот, собственно, и с Римской католической церковью. Она отпала. Кое-то время это вроде было незаметно. То есть листочки зеленые все было, может даже и какие-то цветочки, но все равно уже все. И она как лежит на земле, вот ее так постепенно, эта ветка ее заносит, прошлогодняя листвой, еще чем-то. То есть количество инородных напластований все увеличивается, увеличивается и увеличивается. И поэтому в истории Западной церкви, Римской католической церкви, отпавшей от единства православной церкви, мы видим все время попытки ее реформировать. Потому что там было много умных людей, много искренних людей, которые понимали, что что-то происходит не то, что какая-то ошибка, какой-то системный сбой, если выражаться, опять же, современным языком, что как-то не так происходит, что-то нужно сделать. И говорили, собственно, наверное, главной идеей была, что, наверное, нужно отказаться от всего, что вот прежнего, и вернуться к такому, к какому-то прошлому золотому веку, когда все было по-другому, когда все было лучше. Ну и, наверное, самая такая главная, и, может быть, самая в кавычках успешная из попыток реформирования, собственно, они все время говорили о реформации, это, собственно, вот та реформация, которая началась в XVI веке в Германии, которая связана прежде всего с именем Мартина Лютера, ну и также Жанна Кальвина, и Цвингли, и нескольких других реформаторов. Лютер был профессором университета, монахом и священником римнокатолическим, и то, что происходило в римнокатоличестве в XVI веке, ему очень не нравилось. Оно как бы и понятно, потому что на самом деле римнокатоличество в XVI веке представляло собой очень такое тяжелое зрелище, и тот разврат, распутство, которое царили в Ватикане, и индульгенты, которые продавались налево и направо, и все прочее, все это действительно не могло не вызвать отторжения у нормального мыслящего человека. Но вместе с тем, то, что предложил Лютер, оказалось еще более худшим вариантом. Лютер был не святым человеком, он был страстным человеком, и со всей страсти он пустился в это реформаторство. Казалось бы, очевидно, что если видишь, что ветвь отпала от дерева, для того, чтобы придать ей жизни, нужно опять ее приставить к этому дереву и попытаться приживить к тому дереву, от которого она отпала. Но Лютер мало что знал о православии, мало что понимал, и поэтому он сказал, что главное – это соло-скриптура, только писание, что все, что там предание и прочее, это все наносное, от него нужно избавиться и вернуться только к писанию, к простоте ранней церкви. И поэтому, возвращаясь к нашей метафоре с деревом, он попытался эту ветку очистить от всего, что на ней было. Но всю ветку ему не удалось очистить, поэтому он отломал от нее часть, и стал ту часть, которая у него в руках осталась, зачищать. Но вместе с тем наносным, со старыми листьями, с самхом, который на нее нарос, и еще что-то, он выдирал оттуда и те еще немногие зеленые листики, которые оставались от первоначального времени. Но полной такой зачистки Лютеру сделать не удалось. Все-таки он был непоследователен. Ну, может быть, это и к лучшему, конечно, что он был непоследователен. Но потом пришли на его место новые реформаторы, которые стали зачищать эту ветку уже после Лютера. Или, точнее, опять же, они отламывали куски, и каждый свой кусок начинал зачищать, потом следующий после него вчистил еще больше, и тогда появились, скажем, анабаптисты, с которыми Лютер боролся, появились в Пуритане, потом из них появились баптисты, потом возникли методисты, движение святости и так далее, и тому подобное. То есть много, все время возникали новые и новые группы, каждая из которых заявляла, что вот только мы теперь, наконец, мы уже достигнем первоначального христианства, мы достигнем уже библейской чистоты. И это вот так называемое дробление в постпротестантском мире. Оно продолжалось долгое время и достигло своей кульминации где-то к середине XIX века, даже, можно сказать, наверное, и в первой половине XIX века было вот это развитие, когда весь такой постпротестантский мир, особенно, конечно, Америка, куда съезжались все со всех сторон, и каждый стремился основать что-нибудь свое, что-нибудь новое. То есть было множество всевозможных таких вот групп, группочек и секточек, и каждая из них говорила, что мы и есть истинные библейские христиане, мы живем по Библии, и только по Библии, мы живем по Писанию, и живем правильной жизнью. В общем бы, казалось бы, ну, как бы нормально, хорошо, тогда живи по Писанию, открывай, читай, как там написано, и живи. Но вот тут возникла определенная проблема, потому что все эти группы, они почему-то действовали сами по себе. И они говорили, что только мы правы, а все остальные никак не правы. С чем это происходит? С чем это связано? Почему это? Если бы казалось, ну, читаешь Писание, написаны и живи, все должны соглашаться друг с другом, но все они были не согласны. Мы уже говорили про то, про соотношение Писания и предания, и понятно, что если наше предание, это предание с большой буквы, это жизнь Святого Духа в церкви, жизнь Христа в церкви, если наше предание восходит ко Христу и к его апостолам, то сектантское предание восходит только вот, ну, к дедушке их пастора, или к самому, может быть, пастору. То есть нет противоречий между Писанием и преданием, а есть противоречие между преданием, нашим преданием с большой буквы, и мелкими сектантскими преданиями. Потому что предание – это некий способ интерпретировать Писание. И, конечно же, они тоже его интерпретировали. Они тоже его интерпретировали, но каждый по-своему, от ветра головы своя я, как говорят сегодня. И, конечно, Писание нужно воспринимать во всей его полноте. Это большая книга, вот передо мной Священное Писание, это большая книга, и ни одна его часть не может противоречить другой. И, соответственно, каждую часть все нужно воспринимать вместе. Но, конечно, ум одного человека не способен все это в себе вместить. И для этого и требуется соборный ум Церкви, который и толкует правильным образом это Писание. Я так долго про это рассказываю, потому что это, в общем, начали поднимать сектантские лидеры где-то вот как раз к середине XIX века. начали понимать, и вот как раз для сектантского мира этого времени характерен поиск критериев. Они стали лихорадочно искать, каждая из этих групп лихорадочно стала искать критерии, чтобы доказать, что именно наше понимание Писания самое истинное, в отличие от других. Если мы опять вернемся к нашей аналогии с дувом и с отломанной от него палочками, то получается, что вот в то время уже было очень много разных групп, каждая из которых держала в руке абсолютно уже голый кусочек сухой палочки с ободранной корой, и говорила, что вот оно, это и есть истинное Писание. Но уже всем стало очевидно, что палочки сухие, жизни в них нет. Значит, нужно найти какой-то критерий, чтобы доказать, что вот моя палочка-то, она расцвела. Поэтому сектанты стали срывать листья с близлежащего дерева, привязывать к палочке и говорить, ага, видите, вот у нас уже завелась какая-то жизнь. То есть начался поиск критериев, но уже вообще в небиблейском контексте. Таким образом, скажем, появились адвентисты седьмого дня, о которых мы с вами говорили. Помните, мы говорили об Елене Уайт, женщине, которая перенесла тяжелую черепно-мозговую травму. После этого у нее были такие припадки по типу эпилептических. И во время этих припадков ей что-то такое виделось. И именно вот эти ее видения адвентисты объявили ключом к Писанию, ключом к пониманию Писания. Они назвали их пророчеством. И понимаете, то есть тут болезненные видения несчастной женщины стали для них тем критерием, что они, так сказать, Писание понимают правильным образом. То есть совсем уже вне библейской критерии. Но понятно, что вот эти вот листочки, они через какое-то время вянут, значит, нужно все новое собирать, новое обдирать и так далее, то все время придумывать новые и новые критерии. Ну вот родоначальники Пиесятничества, они сочли, что необходимо получить крещение Святым Духом и пережить личную Пятидесятницу. И вот тогда, дескать, уже и Святой Дух, он не позволит ошибиться, и благодаря Святому Духу мы правильно будем понимать Писание. Ну и, собственно, под личной Пиесятницей они понимали такие приступы, которые у них начинались, когда они утрачивали дар члену раздельной речи, когда они бормотали какие-то отдельные звуки, называя это ангельскими языками или какими-то другими языками, когда они падали на пол, когда они дергались, пускали пену и еще что-то. И вот такое вот истерическое состояние, если не сказать беснование, они и называли личной Пиесятницей. Кстати сказать, для нас православных само словосочетание личная Пятидесятница звучит очень-очень странно. Потому что что значит личная Пиесятница? Пиесятница – это событие, которое произошло однажды в нашей истории, нашей церкви, день рождения нашей церкви. Оно описано во второй главе Деяния, по книге Деяния апостольских. Мы все можем про него прочитать. И оно неповторимое, это уникальное и неповторимое событие. Другое дело, что Бог – он господин пространства и времени, Бог – вне пространства и времени. И поэтому в тех таинствах церкви, которые мы переживаем, в тех таинствах, в которых мы участвуем, мы силой и благодатью Божией можем превозмогать пространство и время. И поэтому, скажем, когда младенец его миропомазывает, или новукрещенного, не обязательно младенца, конечно, потому что и взрослые, и многие крестятся, когда его миропомазывают, таинство миропомазания – это и есть та самая Пятидесятница, которую переживает человек, но это не его личная Пиесятница, а он входит в ту единственную Пиесятницу, которая совершилась однажды и навсегда. Силой и благодатью Божией он превозмогает пространство и время. Точно так же, как, дорогие друзья, когда мы причащаемся к святых христовых тайн, этот священник не воспроизводит Тайную Вечерю, как бы свою отдельную, там, для прихода Тайную Вечерю? Конечно же, нет. Просто, опять же, силой и благодатью Божией мы превозмогаем пространство и время, и мы входим в ту единственную, в ту единственную Тайную Вечерю, которая совершилась однажды навсегда Христом перед его страданиями. Это как раз одно из доказательств бытия Божия, и одно из доказательств того, что Христос является Богом, если вы будете говорить с яговистами, если, конечно, не способны будут понять, то запомните этот аргумент, потому что Бог, Он господин пространства и времени. В Боге нет времени. Бог существует вне времени. Но вообще, если подумать, время, это наше время, в котором мы живем, это очень трагическая реальность. Оно вошло в наш мир с грехопадением. Прошлое, оно ушло, его не существует, и прошлое всегда несет с собой разлуку, прошлое несет с собой печаль, расставание и смерть. Еще философ Владимир Соловьев сказал, смерть и время царят на земле. Видите, он уравнял смерть и время. Действительно, это так. Будущего, дорогие друзья, опять же, не существует, оно нам неизвестно. А настоящее – это такая бесконечно тонкая пленка, что в момент, когда мы его осознаем, оно уходит в прошлое, и его больше нет. Но вот для Бога нет ни прошлого, ни будущего. Для Бога есть одно развернутое настоящее. И в этом настоящем он существует. Именно поэтому на Тайной Вечере Христос предложил апостолам свое преломленное тело и свою пролитую кровь. Хотя хронологически, они ведь, тело его еще не было преломленное, это произойдет только завтра. Кровь его еще не была пролетая, это произойдет только завтра. Но это доказательство того, что он Бог, доказательство его божественности. Потому что Бог – господин над временем. И он мог сделать это и сегодня, потому что он сам вне времени. Именно поэтому, как говорят многие отцы, мы, дорогие друзья, молимся о наших усопших, потому что, возможно, и многим из них наша молитва помогает еще при их жизни. Потому что для Бога нет вчера и нет завтра для него. Все сейчас. И для него сейчас и то, что было тысячи лет назад, и то, что происходит в данный момент, и то, что будет через тысячу лет, если, конечно, тогда еще будет существовать мир. Но тогда, когда этот мир кончится, в Царстве Божьем времени больше не будет. Ну вот это я просто все начал рассказывать к тому, насколько ошибаются пересятники, которые придумали, так сказать, вот что они переживают личную пересятницу, и такой вот критерий они себе создали. А потом пошло уже новое поколение сект, которые стали говорить, да ну, нам вообще-то зачем нужна эта палка, пойдем к нему на ближайшее болото, там такая сока растет, и крапива, и все замечательно, и будем вдохновляться именно этим. Это уже совсем новое поколение тоталитарных сект, которые уже никак не ссылаются на христианские термины, и на христианские какие-то слова, на христианские понятия. Но вот теперь после этого предисловия мы в следующей передаче сможем с вами перейти к тем сектам, которые ссылаются на христианство, но на самом деле не являются таковыми, то есть которые придумывают, берут те критерии, совсем уже из других внехристианских источников. Итак, дорогие друзья, наша тема на сегодня завершена, мы посмотрели на секты с исторической точки зрения, и в следующий раз мы начнем разговор уже о тех конкретных сектах, которые живут по тем законам, которые я вам сегодня описал. Всего вам доброго, до свидания, до следующей встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»